приветствую вас друзья с вами варчик начался новый месяц а это значит что я снова вам в этом месте разыграю 60 тысяч золота на площадке вк play life запустили возможность фармить баллы канала у многих стримеров мира танков за эти баллы канала можно получать себе золото в награду как это работает вы просто смотрите стрим каждые пять минут вам капают очки баллы канала на каждом канале их называет автор так как хочет они находятся под чатиком еще каждые 15 минут нажимая на кнопку этих баллов вы получаете еще дополнительные баллы поэтому если вы смотрите не просто афк а еще и время от времени на кнопочку нажимаете вы получаете дополнительно 50 баллов и вот за эти баллы вы в награду можете выбирать все что поставит стример у меня можно выбрать чек статистики чек реплея выкуп танка и собственно говоря тоже можно выбрать золото как и у многих других стримеров мира танков поэтому просто за просмотр стримов можно выбить себе золото либо другие вещи которые вам интересны ну а теперь переходим к теме видео новая ветка японских тяжей в этой новости есть вещи которые мне нравятся есть вещи которые меня немножко разочаровывают давайте разбираться эту ветку делает варгейминг насколько я понимаю в новости написано осенью она отправляется на супер тест я так понимаю под новый год она будет уже готова начинаться эта ветка будет с 5 уровня ну и заканчиваться понятное дело на 10 конечно же любая ветка делается у нас для чего правильно для того чтобы в ней был прям танк и на восьмом уровне нас ждет type 63 японский прям танк тяжелый 8 уровня без прям танка ветка и нафиг не надо а с прям танком всегда надо это закон который уже работает очень давно какие особенности данной ветки во первых эти танки будут выглядеть очень по космическому грубо говоря чуть ли не звездолеты какие-то корпуса будут некоторые с какими-то рубленными такими обтекаемыми формами орудия этих танков будут обмазаны какими-то трубками железячками закорючками короче охлаждающая система так у них еще и будет гидропневмоподвеска у нас в игре есть пт-шки и ст-шки с гидропневмоподвеской но вот тяжелые танки я не припомню с такой механикой но вот как раз таки вот эта вещь меня немножко напрягает я не любители гидропневмоподвески она работает очень дергана очень медленно неудобно неприятно да она работает да с ней можно играть с ней можно жить но лично мне она не кажется комфортной и приятной и я как плюс ее не воспринимаю на мой взгляд лучше когда у танка просто орудия хорошо опускается и на этом спасибо еще там вот этим корпусом медленно выпускаться подниматься это полная фигня это неудобно мне лично это не нравится надеюсь что и без гидропневмоподвески орудие будет опускаться хорошо но еще что можно сказать про новые танки этой ветки они будут в себе заключать и мобильность и живучесть ну и на высоких уровнях будет гидропневмоподвеска за которую я сказал также у них еще будет новая механика орудия охлаждения я так понимаю работать она будет следующим образом если перед выстрелом еще немножко подождать то орудие сведется еще лучше если не ждать то точность будет чуть хуже в принципе вот вся работа этой механики честно говоря пока звучит как-то жиденько это новая механика но когда будем играть на деле может быть она будет поинтереснее смотреться пока что честно говоря как-то притянуто за уж и звучит и когда нам надо будет точнее стрелять вдаль что ли чтобы мы стояли сводились там или куда-то целились если мы будем играть в ближнем бою то скорее всего мы ждать не будем только если враг будет позволять так же что я еще вижу по этим танкам это то что у них есть такие скосы на vld на бортах также видны и очень большие надгусеничные полки еще у многих на двигателе полочка есть и мне кажется что пробиваться в борт они местами будут очень хорошо и эти танки скорее для игры от башни у некоторых из них есть небольшие лючки а у некоторых башня с типом качения это когда опускается орудие то поднимается затылок боковые части спрятаны за щеками щеки у нас на танке закреплены неподвижно а вот передняя и задняя часть башни они являются одним целым и когда орудие опускается затылок поднимается и по краям этот затылок вылазит у нас за щеки я так понимаю это будут уязвимые зоны когда мы будем опускать орудие и видимо чтобы их прятать нужно будет орудие поднимать пишите в комментариях как вам такая ветка как вы относитесь к гидропневоподвеске и что думаете про эту ветку с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока